Пожалуй, каждый знает, что у него на районе есть свой участковый инспектор. Благодаря кинематографу мы думаем, что многое знаем об этой профессии. Например, что это сотрудник полиции, который всегда готов ринуться на помощь и знает, пожалуй, каждого на своей территории. А чтобы узнать, так ли это на самом деле, мы решили пообщаться с человеком, который уже более 25 лет в профессии. Участковым инспектором, майором полиции Григорьевым Андреем Юрьевичем. Вперед! Пришел я в профессию в 98-м году. Время было суровое. В принципе, с детства хотел людям помогать. Ну, поэтому, как бы, было... И принял такое решение прийти в органы внутренних дел. В то время это была милиция. Так много времени прошло с тех пор, как вы попали в органы. Расскажите, многое ли поменялось, изменилось вот в работе вашей? Ну, конечно. Во-первых, территория выросла, город развивается, люди меняются. К всему приходится адаптироваться. Как начинается день участкового? День участкового начинается с инсультажа, вооружения, получения задач от руководителя. И, соответственно, самое основное – это выход на участок работы с гражданами. Это большой ли район, за которым вы следите? Много ли хулиганов? За мной закреплен 68-й административный участок, находится он в районе Сходня. Действительно, большой участок, в него входят как высотные дома, где порядка 2,5 тысячи квартир в данных домах, и частный сектор, промзоны, рынки. То есть, также в зону ответственности входит станция в районе Сходня. Поэтому работы хватает. Чем же занимается участковый? Работа участкового, кажется, на первый взгляд, очень простая, но одновременно это большой и тяжкий труд. С чем это связано? В первую очередь, это большое количество жалоб, которые поступают от людей. Ссоры происходят как в быту, так и на улице, с известными и неизвестными лицами. И все это рассмотрение жалоб и заявление ложится на участкового. Соответственно, в его, как относится к его компетенции. Кроме того, да, люди бывают разные, соответственно, с каждым нужно найти подход. С ним понять его, пропустить через себя во многом, что очень сложно является. И в один день приходится рассматривать не одну, две жабы, а их гораздо больше. Общаться с большим количеством людей. Участковый – это вот та единица, которая должна знать своих граждан, живущих на участке. Но в настоящее время, это мое мнение, конечно, очень большой объем населения. Приходится справляться. Приходится справляться, да, задача поставлена, надо делать. За ваш многолетний опыт работы, что вам, какая ситуация, есть ли такая, которая запомнилась вам больше всего? Ну, я не думаю, что это может заполняться. Это моя работа. Ну, последний случай, что у меня был на административном участке, это лицо, которое совершало поджоги мусорных баков, и в конечном итоге она подожгла тот же самый мусорный бак, и еще две машины пострадало при этом. То есть это было им сделано намеренно. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167-й части 2. Находится на расследовании. Наверное, поиск не занял много времени. Ну, это лицо у меня было на контроле, потому что были некоторые жалобы на неадекватное поведение данного гражданина, было на контроле, но предотвратить вот эту ситуацию не было возможности. А вообще, вот с нарушителями какого рода вам чаще всего приходится иметь дело? Тут не только нарушить, я даже, скажем так, сказал бы, имеется конфликт, как бы ситуации служебного плана, это непосредственно рассмотрение жалоб и заявлений домашнего насилия. Здесь очень, скажем, вопросы возникают в чем? Правильного документирования и своевременного документирования. Поэтому руководство при поступлении жалоб дало сейчас указания непосредственно при получении такой информации сразу дежурная часть туда выезжает и туда же выдвигается участковый. Потому что, как правило, все это происходит в квартире без участия каких-то третьих лиц, которые являлись бы сторонними лицами и которые могли бы как бы все это подтвердить. При этом приходится опрашивать соседей, устанавливать кто что слышал, кто видел. А если вдруг вы не знаете, как зовут вашего участкового и не можете его найти, то сделать это на самом деле очень просто. Для этого нужно зайти на сайт 50mvd.rf и вбить свой адрес проживания. Субъект Московская область. Муниципальное образование. Городской округ Химки. Улица. Железнодорожная. Номер дома. Найти. Пожалуйста. Мы нашли Григорьева Андрея Юрьевича. Так же можете сделать и вы. Конечно, работа участкового не ограничивается сидением в кабинете. Профилактика противоправных действий – одно из главных направлений. За время своего ежедневного рейда Андрею Григорьеву постоянно приходится проводить беседы с жителями, а также с представителями управляющих компаний. А жабы есть какие-то? На жильцов вообще что-то? Если что, телефон есть. А если вы решите обзавестись оружием, то встречи с участковым будут намного чаще. Как минимум раз в полгода владельца огнестрела навестит сотрудник полиции, сверит номерные знаки, проверит состояние оружия, посчитает количество патронов. Все, понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Самое главное, что ключи у вас находились. В этом году исполняется 100 лет со дня основания службы участковых уполномоченных. По сей день профессия остается востребованной. И такие специалисты, как Андрей Григорьев, пользуются уважением у жителей. Много ли кого вы знаете на своем районе? Узнают ли вас люди, здороваются? Естественно, от работы уже большое количество времени. Ну, конечно, бывают проблемы с новыми домами. То есть вот эти дома, они отстроились где-то 5-7 лет назад. Вот. Люди здесь сейчас многие меня знают. Ну, и здесь живут у меня и надзорники в первом подъезде этого дома. Особенность всех этих новых домов заключается в следующем. То, что при заселении люди друг друга не знают. И по истечении месяца-два начинается конфликт, как говорится, уживается. Не только что как бы в семье, но именно конкретно в доме. Как право, кто-то начинает переделывать. Это шумы, так называемые, нарушения совершены спокойствия граждан. В этом конфликте возникает. Опять-таки, между собой соседи притираются. Кто-то как будто не нравится, кто-то нравится. Возникают конфликты, жалобы. Приходится их разбираться, во все это вникать. Почему вы решили пойти служить в вас армия? Ну, может быть, так, мечта детства. То есть у меня дедушка был офицер. Служил в армии. Прошел Великую Отечественную войну. Ну, как-то вот хотелось. Ну, все-таки выразить с нее. Пошел не по военной стезе, а пришел в милицию. Профессия участкового требует готовности 24 на 7 трудиться в поте лица, чтобы предотвращать преступления и всегда быть готовым защитить людей от беды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!